Всем привет! Это День в Истории. 4 декабря 1948 года патентным бюром Госкомитета Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировано изобретение цифровой электронно-вычислительной машины, свидетельство номер 10-475. Называлась впоследствии эта машина М-1, но это было только зарегистрировано изобретение. Построена она была в 1951 году. И что очень важно, это была первая в мире в основном полупроводниковая ЭВМ, ну или попросту говоря компьютер. На западе в ту пору существовали более проблемные ламповые ЭВМ. Авторами этого изобретения были Башир Ромеев и Исаак Брук. В 1947 году западные радиостанции в СССР еще не глушились, поэтому Башир Ромеев периодически слушал BBC. И однажды услышал передачу о вычислительной машине ENIAC, первом цифровом компьютере, созданном в США к концу 1945 года. Загоревший с идеей обратился с этой идеей к Исааку Бруку, член корреспонденту Академии наук. И в мае 1948 года принят инженером-конструктором в лабораторию Электросистемэнергетического института Академии. Вскоре он и Брук совместно представили необычный проект программируемого компьютера. Что же собой представляли первые западные компьютеры? Тот же ENIAC весил 27 тонн и содержал 17468 электронных ламп. Каждую неделю 2-3 из них обязательно сгорали, останавливая работу машины. Гарантированное бесперебойное время ее работы было около 20 часов. Поэтому слишком длинные вычисления были попросту невозможно довести до конца. Половину времени ENIAC вообще не мог работать. Искали и меняли сгоревшие лампы. А это, кстати, было очень непросто. Найти в огромном здании сгоревшую лампу. Поэтому в описании проекта Ромеева и Брука недаром делается упор на следующее. Замена электронных ламп значительно упрощает конструкцию, увеличивает надежность и долговечность, улучшает эксплуатацию и другие качества машины. Особенно перспективным является применение кристаллических диодов. Миниатюрные размеры кристаллических диодов, их пригодность для очень высоких частот, отсутствие накаленного катода, с которым связан ограниченный срок службы и большой расход энергии, позволит осуществить высшей степени компактные и дешевые вычислительные блоки, годные не только для стационарных, но и для передвижных устройств. По тем временам это было революционное предложение. 70% электронных ламп будущего компьютера предполагалось заменить на полупроводниковый диод. Резко отличало М1 и наличие, кстати, впервые в компьютерной индустрии, не только медленной памяти, аналога современного жесткого диска на магнитном барабане. Но и быстрой, аналога современной оперативной памяти. Ею служили электростатические трубки, отдаленные похожие на те, что использовались в телевизорах. Кстати, ЭНИАК потреблял 174 кВт энергии, а М1 всего 8 кВт. Занимаемая площадь ЭНИАК около 300 квадратных метров, а у М1 всего лишь 4 квадратных метра. Идея использовать полупроводники для уменьшения размеров потребления энергии ВМ циркулировала в те же годы и на Западе. Уже в 1953 году в Манчестерском университете появился экспериментальный транзистор-компьютер. Основная часть его элементной базы была полупроводниковой, а не ламповой. Однако, в нем, как и в советском М1, еще было некоторое количество ламп. Поэтому, чисто полупроводниковым он не был. К тому же, ранние транзисторы, которые использовал транзистор-компьютер, имели надежность еще ниже, чем лампы. Рекордно длительное время его работы без поломок составляло не более полутора часов. Что резко уступало параметрам М1, использовавших полупроводниковые диоды. Более отработанные к тому времени. Американский Треддик 1954 года был понадежнее британского аналога и тоже содержал лампы. Первым полностью полупроводниковым компьютером был британский Харуэл Кадет. Но он заработал только в 1955 году. Более крупная версия советского компьютера на той же полупроводниковой основе заработала с начала 1953 года. И предсказуемо называлась М2. Считалось, что М значило малое. И даже М2 была куда меньше Эннек. К 1956 году была сделана и М3, занимавшая уже 3 квадратных метра. И ставшая первой серийной ЭВМ этой линейки. Выпускавшиеся на ее основе первые отечественные серийные ЭВМ второго поколения, ну то есть полупроводниковые, широко разошлись по научным и военным учреждениям страны. Более того, на основе чертежей М3 была создана первая цифровая ЭВМ в Венгрии в 1958 году и Китае в 1957 году. В конце 50-х на основе лабораторий Брука был создан существующий по сию пору Институт электронных управляющих машин, ИНЭУМ. Если тот же ЭНИАК применялся для создания термоядерной бомбы, советская, кстати, бомба создавалась без цифровых компьютеров, то ЭМКИ разошлись по научным учреждениям, которые не могли себе позволить огромных специально построенных машин к залу. Несмотря на довольно бодрый стат и создание в СССР первых в истории компьютеров на полупроводниковой базе, поддерживать столь же высокий темп развития компьютерной техники в стране не удалось. Проблемы начались после появления микропроцессоров. Базовые элементы первых компьютеров с начала 70-х годов стало возможно размещать на одной кремниевой микросхеме. До этого надо было собирать процессор из многих микросхем. Здесь уже нельзя было вручную собирать элементную базу, потому что слишком уж мелкими деталями приходилось оперировать. Требовались радиоэлектронные фабрики со временем и вакуумные камеры для выращивания нужных кремниевых кристаллов. В то же самое время сменилась парадигма технологической гонки СССР со странами Запада. Успехи Брука и других советских инженеров не позволили Советскому Союзу захватить лидерство в компьютерной гонке. Еще в 1964 году отец кибернетики Норберт Виннер в интервью журналу US News and World Report сказал, что советские ученые опережают американских в области информации. А в частности аппаратуры, если и отстают, то ненамного. Во время Брежненской эпохи в 1966 году было принято роковое для компьютерной отрасли решение о прекращении разработки собственных вычислительных систем и копировании серии IBM 360 в качестве единого индустриального стандарта ЭВМ. СССР вышел на масштаб экспорта нефти и на высшем уровне многие технические проблемы захотели решить методом покупки технологий. и оборудование на западе. Это было, если не дешевле, то точно проще, чем создавать такие технологии внутри страны. И это было большой ошибкой. Но это совсем другая история. Кстати, 4 декабря признан Днем информатики. Поэтому с праздником тебя, товарищ! А за всем вынужден откланяться? Подпишись, приведи друга, поставь лайк, проспонсируй канал и всем будет счастье. Всем пока!